Здравствуйте, коллеги. Слышно меня нормально? Действительно не слышу себя. Я вам расскажу о нашем продукте, о нашей компании немножко. В частности, будет то, что мы делаем. Я представляю компанию Redsoft. Компания основана в 2006 году. И основной продукт компании – это система управления базами данных, названная RedBaza данных. Она основана на… Все решения компании основываются на открытом исходном коде. И наша СУБД базировалась… В 2006 году мы решили сделать СУБД, российскую, которая могла бы развиваться до какого-то конкурентоспособного уровня с теми СУБД, которые на тот момент на рынке, ну и на данный момент на рынке присутствуют. В первую очередь Oracle, SQL Server. Мы стали базировать нашу СУБД на ядре Firebird. Firebird – это продолжение истории, open-source продолжение истории когда-то, на мой взгляд, широко известной СУБД Interbase, применяемый, всегда применяемый для каких-то промышленных решений, включая какие-то военные решения Министерства обороны США. Чем Interbase примечателен? Он примечателен своей архитектурой, которая в 1984 году зародилась в недрах лаборатории ДЭК. И уникальность архитектуры заключается в том, что это первая промышленная реализация многоверсионного подхода к обработке записей. То есть это не блокировщик, как многие СУБД начинали создаваться. Это чистый версионник, созданный изначально таковым. И вокруг этого выращивалась вся архитектура, и выращивалось все ядро и функционал, который на данный момент присутствует. То есть это изначально так, это туда не натягивалось. Поэтому снапшотный уровень изоляции – это самый натуральный, самый естественный уровень изоляции, который присутствовал там с 1984 года. Ну, в 2000 году компания Borland проект маленечко подзабросила, и, слава богу, хотя бы выпустили open-source edition. И вся эта архитектура не умерла где-то там в недрах. Тут же подхватили исходники, и тут же люди, которые там делали интербейс, не дали ему умереть, перешли и организовали Firebird Foundation. Интербейс остался жить, до сих пор есть его версии. Но, насколько нам известно, разработчиков там практически не осталось. Буквально, может быть, один товарищ из Индии что-то пытается дописывать. Firebird в это же самое время продолжает развиваться, и последняя версия 3.0 обещает очень много в плане масштабируемости и производительности. Мы ответвились в 2006 году от версии 2.0. С целью, чтобы сделать решение более промышленное. То есть, есть проект, а есть продукт. Вот мы из проекта Firebird сделали продукт RedBase данных, который мы пытаемся питать и проект, и питаемся от него сами. То есть, мы не форк. Мы идем параллельно. Все разработки Firebird попадают к нам. Часть наших пытается, мы пытаемся портировать обратно, но это уже другие сложности. Об этом я чуть-чуть расскажу еще. Если меня время будет сильно поджимать, вы мне намекайте чуть-чуть заранее, а то я могу. У меня длинная презентация. Соответственно, поскольку OpenSource поставляется в 3 редакции. Есть открытая редакция, есть так называемая стандартная редакция и промышленная. Открытая есть открытая, она лежит на сайте, ее можно скачать, пользоваться. Ну, как бы техподдержка по почте и так далее. Для тех, кто хочет ответственность на СУБД возложить в полной мере, покупает стандартную редакцию, либо промышленную. Стандартные небольшие лицензионные ограничения, физических ограничений нет нигде. То есть, во всех редакциях физически все одинаково. Никаких ключиков или кодов вводить никуда не требуется. Все промышленные стандарты сопровождаются сертификатом в стек. То есть, все версии сертифицированы в стек России по уровню безопасности. Там будет копия сертификата дальше. Соответственно, техподдержка. Есть стандартный уровень, приобретаемый при покупке каких-то промышленных лицензий. Есть расширенный, то есть, кратко говоря, любой каприз за ваши деньги. Но это, наверное, больше реклама. Не хочу сильно просто рассказывать. Поддерживается очень богатый спектр программно-аппаратных платформ. Мы тестировались со всеми крупными поставщиками и аппаратных решений, и программных. Буквально сегодня мы с Alt-Linux подписали соглашение на протокол совместимости. На OpenPower, сейчас так называемая архитектура, 8, успешно тестировались. На AX-ах работаем. Little Endian, Week Endian. Не имеет значения. Можно подо все собрать, подо все работать. Есть также ряд прикладных разработчиков, которые тоже может использовать в своем составе нашу СУБД. Чаще они появляются из тех, кто уже поддерживал Firebird. Но Firebird часто ставили на, скажем так, малозначимые объекты, где не требовалось каких-то там серьезных нагрузок. Вот такой был стереотип. Недавно мы успешно закончили тестирование с одним представленным здесь разработчикам. У них мультибаза шла Oracle и Firebird. Мы доставили RedBase и нагрузочные тесты через их прикладной софт сравнили производительность их прикладного софта, который работает под Oracle, и на абсолютно аналогичной мигрировавшей базе под RedBase данных. Тесты сопоставимые по цифрам. То есть у нас был порог порядка 20%. То есть где-то мы даже обгоняли. То есть в целом под разные типы запросов, нагрузка разная, но в порог 20%. Причем не только мы отставали, но мы еще где-то и обгоняли. То есть это на наш взгляд вполне достойный результат по производительности. Это сейчас будет несколько слайдов о примерах внедрений, если кому-то интересно. То есть тоже показательно говорит о зрелости продукта. То есть RedSoft также является разработчиком автоматизированной системы судебных приставов. И все отделы, это порядка 2800 инсталляций, все используют СУБД RedBase данных в сертифицированном исполнении для обработки своих данных. Второй пример – это партнеры, у них медицинская система. Они разрабатывают свою систему на базе Firebird, но требование законодательства использовать сертифицированные решения. И RedBase данных в таком случае очень мягко легла. Установили, запустили, сертифицированные решения работают у клиентов. Также используется сертифицированное решение в системе радиочастотного контроля, где каскадно снизу собирается информация вплоть до замеров частот, передается на уровень выше, 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 схема представлена. Вот здесь немножечко остановлюсь, может быть интересно, наверное, процесс разработки. То есть, как я уже сказал, мы не чистый форк, мы дружим, у нас есть свой репозиторий, у нас есть репозиторий Firebird. Часть наших разработчиков, включая меня, относится к контрибьюторам Firebird, то есть, непосредственно можно коммитить туда. Если кто-то наблюдает, то какие-то коммиты могли уже видеть. Часть только наши разработчики. Но это, как правило, достаточно молодые научные сотрудники. Изменения автоматически. Ну, скажем так, есть еще разработчик-бот, который берет изменения Firebird и из соответствующей ветки подливает изменения к нам. Это позволяет нам не мучиться руками. То есть, если ошибки там исправились, соответственно, у нас они исправились тоже, это хорошо. Если же мы видим ошибку, что она и там, и там, мы можем напрямую ее исправить прямо в Firebird. Соответственно, к нам она тоже попадет. Если что-то такое, чего клиент захотел, а сообщество Firebird хочет этого не так сильно, как наш клиент, мы можем просто это у себя реализовать, оттестировать, ему поставить. То есть, в принципе, мы можем вести разработку всю независимую, но незачем. То есть, когда можно так дружить. Соответственно, часть изменений, уже вот такие изменения, которые мы быстро у себя сделали и поставили, они, как правило, в будущих версиях Firebird'а можно их более детально обсудить, к чему-то прийти и вернуть обратно. Один из последних примеров — это полный контроль DDL-операции. То есть, до этого присутствовал только DDL. В рамках доработок безопасности мы реализовали полный дискрепционный контроль доступа. И, соответственно, это влилось в тройку. Сейчас там это работает. Второй пример более ранее — это Trace. Trace был уже давно в RedBase. Firebird'а в 2.5, по-моему, попал. — Ну, здесь кратенько просто скажу, что есть Continuous Integration, как положено. То есть, все сборки тестируются, все коммиты прогоняются стандартным набором тестов и так далее. Под все платформы, которые мы поддерживаем, под все архитектуры, которые мы поддерживаем, все результат публикуется на внутреннем ресурсе, где можно отследить и выбрать, скажем, очередную версию для снапшота, релиз кандидата и так далее. Из того, что поддерживается, то есть стандарт 2003 поддерживался в самом Firebird'е, сейчас мы в целях дойти до 2011. Хранимые процедурные языки Java также были доработаны и введены в промышленную эксплуатацию именно версии RedBase. В Firebird'е это появилось в тройке, но появился движок, и промышленного работающего варианта пока все равно нет. Я надеюсь, когда мы на тройке начнем работать, мы совместными усилиями, все это доведем как бы наш опыт и наш код с тем, что есть там. В полнотекстовый поиск у нас интегрирован движок Lusyn на Java, который позволяет, собственно говоря, реализовывать какие-то возможности полнотекстового поиска. Сам движок достаточно известный и производительный. Также поддерживается аутентификация по Active Directory и LDAP. Есть встраиваемая версия, то есть вам не надо иметь сервер, установленный где-то. Вы можете подключить, есть библиотека клиента, ЛИПФБ клиент, есть сервер. ЛИПФБ клиент через API подключается к серверу. Но если определенными опциями линковки сделать, то промежуточный слой сети можно убрать. И вы линкуете, грубо говоря, все API сервера прямо в клиентскую ЛИБу. API точно такой же, но работает уже в вашем процессе. Для каких-то встраиваемых решений вещь очень удобная. Причем можно несколько таких процессов своих иметь. Это будет полноценный сервер внутри ваших процессов. Включая менеджер блокировок, включая общий контролируемый доступ, многопоточный к файлу базы данных. Это абсолютно полная изоляция транзакции. То есть все, как в обычном сервере, только мимо сети. Ну и авторизация тоже уходит. То есть это уже возлагается на вашу часть. Вот мониторинг жизнедеятельности тоже хочется отметить отдельно. То есть промышленная эксплуатация любой СУБД требует возможности посмотреть, что же происходит внутри, не останавливая работу клиента. У нас есть такой инструмент, его можно включить. Можно включить массово, полностью на сервер, можно в рамках одной сессии. И посмотреть, какие идут запросы, от кого, какой у них план выполнения, сколько страниц они прочитали, сколько страниц, сколько раз они попали в кэш, сколько они записали, сколько старых версий удалили. То есть сколько времени это заняло. Можно отсекать только тяжелые запросы, которые долго шли. И также включать-выключать набор событий. То есть триггеры процедуры, начало запроса, конец запроса, препарирование запроса. То есть абсолютно включая все инциденты безопасности, само собой. Причем логировать можно в разные места. Можно сливать в СИСЛОК, например, и так далее. То есть это все существует. Здесь более детально про что-то. Из производительности отмечу, что достоинствами, наверное, можно... Одно из достоинств — это реально оригинальная многоверсионная архитектура. Также используется префиксное сжатие индексов, что достаточно сильно. Поскольку, напомню, индекс идет упорядочено, то префиксное сжатие позволяет хранить префиксы, потом множество-множество значений, очень мало занимающих в памяти. Особенно это важно для больших 64-битных ключей. Индекс реально получается очень компактный. Порядка 10% от реально содержимого. Жмется в 10 раз. И это, соответственно, сказывается на скорости ввода-вывода. То есть ввод-вывод быстрее, кэш в кэше занимает меньше. И так далее. Одно из последних направлений — мы добавили возможность организации отказоустойчивого кластера и стендбай-режим, который позволяет либо синхронно, либо асинхронно реплицировать все изменения на мастере на один или несколько слейвов. Соответственно, в случае сбоя можно просто сразу переключаться на слейв и продолжать работать с ним, как с основной базой. Также есть возможность работы... Мы написали агент для pacemaker. Известная, надеюсь, вещь. То есть не буду останавливаться. Внизу ссылочка есть. То есть агент позволяет сам детектить, когда все падает, кого куда переключить, какой режим поднять. То есть когда мастер вернется, он снова активизируется и будет опять работать в режиме стендбай. Если кто-то умер, перейдется в одиночный режим, будет работать дальше. То есть все настраиваемо, все. Причем мастер на слейв может передавать либо синхронно изменения, либо асинхронными журналами. То есть тут тоже зависит все от желаний пользователя. И еще попробую развеять одно недопонимание, которое, на мой взгляд, иногда встречается и очень грубое непонимание, что у Firebird нету, ну и у Родбазы данных нету, журнала транзакций. Его действительно нету. Но это не значит, что СУБД нетранзакционная, она абсолютно полностью поддерживает все ACID-свойства. У нее всегда целостная база данных на диске. Это позволяется благодаря технологии KFU-RIDE. То есть сначала пишется, если объяснить на пальцах, то есть, например, страница, где указаны номера страниц с данными для каждой таблицы. Есть страница, соответственно, с данными. Когда вы добавляете запись, у вас появляется новая, и ей нет места на текущих, у вас появляется новая страница данных. И, соответственно, указатель. В другой странице тоже меняется. Так вот, важно сначала записать страницу данных, а потом страницу, которая на нее ссылается. Тогда в любой момент, когда у вас произойдет какой-то аппаратный сбой, там выключат сервер или что угодно, у вас максимум будет мусор в какой-то странице, но не будет абсурдного, ссылающегося в никуда указателя. Страница переписывается полностью, но данные на ней все равно останутся. Часть та, которая, даже если он не перезапишет то, что было, то это все равно те же самые данные. Все равно запишутся только изменения. Более того, последним пишется журнал Transaction Inventory Page. То есть тот битик, который говорит, что эта транзакция завершилась корректно, он устанавливается последним. Так что в любом случае вы будете иметь версию, которая максимум будет в незакомиченной транзакции и спокойно обрабатывается. Что это дает на практике? На практике это реально у вас всегда целостное состояние базы данных на диске. И именно это качество было выбрано военными США, потому что Interbase тогда был выбран именно за это качество. Потому что легенда есть, документальных подтверждений я, к сожалению, не нашел. На танках Абрамс, когда он стрелял, вся техника перезагружается после выстрела или попадания сна. Я тут не помню уже точно. То есть когда загружается сервер, база данных готова работать сразу же. Не надо рекавер-процесс производить. Минусы, конечно, есть. Грамотный разработчик сразу заметит, что это же будет рандомная запись на диск. Да, рандомная запись на диск будет. И это беда. Была. Теперь есть SSD, и беды нет. То есть либо есть схема организации рейдов, связки, SSD, как более-менее промежуточного журналирования данных на файловых системах и с хорошими интерпрайзными рейд-контроллерами. То есть когда ставится Oracle, не ставится обычная железка, ставится дорогущий железный сервер. В хорошем сервере для хороших задач, критически важных для бизнеса, есть хороший рейд-контроллер. И на самом деле мы производили замеры, случайная запись, у нас есть галочка, которая позволяет отключить форсирование записи, рандомной, не влияет. То есть можно добиться того, что случайная запись не будет оказывать влияние. Средствами у грамотно настроенного аппаратной части, операционной системы и с УБД, в связке, если грамотно выстроить, это влияние нивелируется. Но достоинство налицо, особенно сейчас с виртуализацией. То есть вы диск можете брать и копировать, снапшоты файловой системы и прочее. В них целостное состояние базы. Вы потом в любом месте загружаете, откатываете там снапшот, что угодно делаете, у вас там целостное состояние базы на тот момент, и оно будет работать сразу дальше. То есть эту особенность просто надо знать. То есть достоинства и недостатки есть у всего. Это вариант, который имеет плюсы, и в нужных случаях его можно применить. По безопасности скажу коротко, мы доработали все, что требуется руководящими документами, и даже больше. То есть когда мы получали этот уровень, проще говоря, обработка конфиденциальной информации. Автомизируем система класса 1G, и это и уровень защищенности. Самый достаточный для обработки персональных данных. Это первый был шаг. Сейчас мы практически, у нас выходит версия 2.6, мы практически получили аналогичный сертификат, вот обещали в начале ноября выдать, уже сертификационные испытания идут. Такой же получить, и эта же версия 2.6 функционально готова идти на класс выше, на 1В и на 4 класс защищен. Я думаю, презентация будет потом доступна где-то, можно будет все посмотреть. Это вот то, что мы доработали в версии 2.6. У нас появилась интеграция с Linux в плане мандатных меток, то есть мы протаскиваем метки с Linux внутрь базы, и их можно присваивать объектам. С записям, столбцам, таблицам. Записи, да, обязательно. В этом и суть, то есть если запись без метки, это уже... И, соответственно, пользователь подключается со своим контекстом. Ну, здесь есть еще ряд вопросов, мы над ними работаем, но движок... У нас появилось полное шифрование всего, что только можно. Ну, и, соответственно, синхронная репликация туда тоже уже вошла. Ну, в дальнейшем сейчас актуально стало. Слово импортозамещения почти ни разу сегодня не сказал, вот первый раз. Но, тем не менее, это важно. Важно, потому что в каких-то критических областях Oracle уже недоступен, а работать как-то надо. Этому были посвящены отдельно конференции, но важно, что не хватает средств миграции. Были уже вопросы вот к предыдущему докладчику. Средств миграции действительно не хватает. И, несмотря на то, как бы СУБД полнотой не обладала, полнотой инструментов, она все равно это... Она может это делать, но она может это делать не так, как это делает Oracle. И чтобы прикладная часть стала делать по-другому, к этому обращаться, это уже затраты. Поэтому миграции нельзя подсунуть. Это не магнитола там какая-то, или, я не знаю, колесо на машине, снял там одной фирмы, поставил другой. СУБД нельзя подсунуть, она не так просто втыкается. Это не модуль какой-то. Вот. Несмотря на то, что есть SQL. SQL есть, но все прикладные, если бы только SQL пользовались, почти было бы так возможно. Но все пользуются расширениями. Если приложение мультибазное изначально, оно будет работать. Если нет, то проблемы. Особенно, если бизнес-логика завязана на хранимых процедурах. И дело в городе. Хранимые процедуры очень тяжело переписать автоматически. Даже если их совместимы, нормально не закапывать. Да, а же это. Потому что семантика некоторых операций все равно может отчасти. Там друзьями сейчас на хранимые процедуры приезжают. В основном там триги, а хранимые, что происходит. Везде всего много. Поэтому просто надо понимать, что это большой шаг и затраты на федерацию. В любой судьбе. Я не знаю пока. Как коренцы хвалятся, что у них за них все можно сделать. Так, господа, вопросы после доклада. Ну, собственно говоря, давайте доклад. Можно насчет информации? Спасибо большое. Можно насчет информации. Есть инструменты? Вы сами упоминали, есть инструменты. Файберда? Нет. Абе эксперт. Абе эксперт подвинут. Подвинут сумея не работают. Подвинут не работают. Я даже подвали. Мы могли. У нас получается. Можете присылать письмо. На самом деле у нас есть планы разработать онлайн. Уже мы начали делать, выбрали донорский проект опять же с нуля с нуля с нуля писать наверное посмотрели поискали на джаве мой инструмент где мы планируем в первую очередь реализовать функционал альдиэксперта плюс все, что мы делали чтобы тоже поддерживалось прямо из коробочки но нативная конкретно к этому пока нет в составе да в составе по поводу сжатий индексов у нас есть сжатий кроме сжатий индексов сама база дифференс поддерживает сжатие индекс только внутри что вообще сжатий у нас основной вопрос следующий основной вопрос исходящий из того что нету логовую базу как работает репликация репликация внутри ведет журнал изменений просто вы его наружу не выкидываете на на самом деле есть анду логи то есть механизмы какие-то в базе присутствуют потому что если просто транзакцию отролбечить по разным причинам то записи будут мешать сборке мусора поэтому лучше ее превратить в коммит откатив аккуратненько все изменения которые она понаделала то есть все зависит от изменений такие детали ядра если можно отдельно ряду логика ведется то есть если в процедуре там какой-то эксепшен сработал то он аккуратненько все записи изменений подменит просто не отмечает что транзакция закомечивается потому что вот кейфулрайт вот это все это такая мощная вещь которую она на основе на страже всего но если для производительности и конкурентности в смысле конкурентности в смысле борьбы за ресурсы надо аккуратно откатить там одно изменение то конечно мы его просто сделаем не будем из пушки по воробьям стрелять так еще вопросы нет больше вопросов но в куларах тогда большое вам спасибо спасибо приезжайте к нам еще спасибо